В эфире программа «Классный час» на Беларусь 4 Гомель. Этот выпуск для вас проведем мы, Андрей Гришков и Карина Дубовец. Сегодня в программе... Вас ждет встреча с финалисткой социально-образовательного проекта для старшеклассников «Першая» Виктория Сидоренко об изготовлении собственной эко-посуды. Учителю-художник из Речицы Вадим Стрельченя расскажет, о чем пишет свои картины и чему учит детей в школе. Эксперт программы о необычной выставке в Речицком центре творчества детей и молодежи. Она посвящена Великой Победе. А о том, как правильно общаться, познакомившись, расскажет рубрика «Разговор с психологом». Ну а в центре внимания рубрики «История одной книги» на этот раз второй том «Мертвых душ» Николая Гоголя. Обо всем в нашей программе. Весна. Прекрасное время свежести, цветения и красоты. Да, сейчас куда ни глянь, все цветет и радует глаз. Как всегда, необычайно красивые клумбы встречают посетителей нашего парка. Кстати, о парке. Карина, ты знаешь, где находится самый большой цветочный парк в мире? Да, знаю. В Дубае парк является главной достопримечательностью города. Потрясающе красивый дубайский сад чудес действительно можно назвать настоящим чудом. Площадь парка составляет 72 тысячи квадратных метров, а протяженность его дорожек 4 километра. Говорят, в пестром цветочном великолепии можно различить растения 60 разных цветочных оттенков. Одной из изюминок парка является занесенная в Книгу рекордов Гиннеса цветочная стена протяженностью 800 метров и высота 3 метра. Здесь же находится и самый большой в мире вертикальный сад. Это 10-метровая цветочная пирамида. К открытию парка здесь произрастало 45 видов различных цветов, которые до этого никогда не росли на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Особой любовью посетителей парка пользуются 7 цветочных арок в виде сердец. Радуют глаз цветочные реки и водопады, покрытые цветами, садовые домики и другие оригинальные решения мастеров ландшафтного дизайна. А мы возвращаемся из красивого дубайского парка. И предлагаем познакомиться с правилами тикета при встречах, знакомствах и приветствиях. Добрый день! Для изучения правил хорошего тона важный смысл имеет правило приветствия. Ведь первое, что мы делаем, встречая своего знакомого, мы его приветствуем. От того, насколько мы правильно начинаем свое общение, зависит судьба дальнейшего этого же общения. Для этого необходимо соблюдать несколько правил этикета. Среди основных можно выделить. Первое. Не стоит ждать, что с тобой поздороваются первым. Делай это всегда первее всех, не давая себя опередить. Стоит также постоянно здороваться с людьми, которых часто видишь. Может быть, даже с ними и лично не знаком. Например, почтальон, либо продавец ближайшего магазина, либо твои соседи по площадке. Это элементарная вежливость. Не будьте лишний раз поздороваться с человеком, если видишь его в течение дня несколько раз. Ты можешь просто поприветствовать его легкой улыбкой, либо взмахом руки. Если вы заходите в комнату, где уже находится группа людей, вы не обязаны здороваться с каждым из них в отдельности. Вы можете поздороваться обычным приветствием «Здравствуйте». Если ты идешь с кем-то, и ваш спутник поздоровался с незнакомым тебе человеком, то стоит поздороваться и тебе. Согласно общепринятым правилам этикета, первым здоровается всегда мужчина с женщиной, за исключением случаев, когда мужчина намного старше женщины. Тогда ей предстоит с пожилым человеком поздороваться первой. Подчиненный первым здоровается своим руководителем, младший по возрасту со старшим. Тот, кто входит в комнату, будь то мужчина или женщина, всегда здоровается первым с присутствующими, а уходящие с остающимися. Часто наше приветствие сопровождается рукопожатием. Это не является каким-то ритуалом обязательным. Чаще это просто выражение доверия человеку. Поэтому здесь выделяют также некоторые правила этикета. При встрече людей разного пола право принятия решения рукопожатия принадлежит женщине, ежели предстоит подать первую руку. Старший подает руку младшему. Ни в коем случае рука не должна остаться висеть в воздухе. Не ответить на рукопожатие равносильно оскорблению. Всегда при рукопожатии мужчина должен снимать перчатки. Женщина может перчатку ни в помещении, ни на улице не снимать, так как это является частью ее дамского туалета. Однако вязаные варежки должны снимать все и всегда. Следует соблюдать также правила золотой середины при рукопожатии. Не стоит демонстрировать свою богатырскую силу, тем самым показывая, насколько ты силен, и тем более в отношении женщин. Но также и слабое вялое рукопожатие вряд ли можно назвать приветливым. Подавать руку лучше в последний момент. Идти с протянутой рукой, либо передавать руку через стол или порог не принято. Трясти рукой тоже непорядочно, равносильно, как и оплатать руку собеседника двумя руками. Если вы отправляетесь в какую-нибудь поездку или путешествие, то важно изучать традиции и обычаи страны, в которую отправляетесь. Немаловажным также является и узнать, какие формы приветствия приняты в той или другой стране. Так, например, в большинстве европейских стран формы приветствия не сильно отличаются от наших и между собой. Исключением можно выделить только Великобританию, в которой руку принято подавать только близким и родным друзьям. В большинстве своем англичане же обходятся просто кивком головы. Также здесь принято держать дистанцию и не дотрагиваться до своего собеседника. В Японии здороваются при помощи кивка головой либо поклона, если хотят выразить наибольшее почтение человеку. Интересная традиция сохранилась на Филиппинах. Здесь, чтобы поздороваться, младший по статусу и возрасту человек должен взять руку своего собеседника и приложить ее к своему лбу. Также интересная сохранилась традиция и в некоторых районах Новой Зеландии. Здесь при знакомстве и когда здороваются, соприкасаются кончиками носа. Так раньше люди верили, что можно проникнуть в энергию человека и понять, насколько он хороший. Но самые, на мой взгляд, интересные традиции сохранились в Тибете. Здесь приветствуют друг друга языком. Для этого люди просто демонстрируют язык друг другу. Эта традиция берет свое начало из правления короля Лангдарна, который славился черным языком. И после его смерти люди боялись, что его дух переселится в тело другого человека. Поэтому стали показывать, что они не злые, тем самым демонстрируя язык друг другу. Также интересное приветствие в странах Африки. Это танец Адаму, который больше похож на соревнования, заключающиеся в том, чтобы прыгнуть выше своего собеседника. Если вы находитесь в другой стране, то все правила и традиции запомнить сложно. Однако вы должны действовать всегда по ситуации. Не стоит первым кидаться, обниматься или целоваться с новым человеком. А вот дружественная улыбка и готовность протянуть руку новому знакомому всегда поможет вам выкрутиться из множества неловких ситуаций. Виктория Сидоренко из Гомеля нашла альтернативу одноразовому пластику. Стартап-десятиклассницы 44-й Гомельской школы имени Лебедева по изготовлению одноразовой посуды из распространенных в Беларуси природных материалов стал финалистом социально-образовательного проекта для старшеклассников «Першия». Сегодня, Вика, у нас в гостях. Привет! Здравствуйте! Вика, расскажи, как появилась такая идея изготавливать одноразовую посуду? На самом деле, идея появилась буквально осенью прошлого года, когда мы узнали о том, что с 2021 года, с 1 января, будет отмена пластиковой посуды в местах общепита. И тогда мы задались вопросом, сможем ли мы создать какой-то аналог, который будет пригоден для потребителя. Вика, расскажи, кто тебе помогает? Мы работаем над этим проектом вместе с моим научным руководителем, Себи, коллегой Викторовной. Она работает учителем в моей школе. А с чего вы начали работу над проектом? Для начала мы изучили большое количество интернет-ресурсов и узнали, чем заменяют пластиковую посуду в разных странах. То есть, например, это посуда из крахмала, также пальмовых листьев и кофейной гущи. Затем мы решили непосредственно разработать свой собственный рецепт из растительных компонентов, но мы сразу же решили, что мы не будем использовать древесную целлюлозу и продукты питания, потому что это может привести к усугублению других экологических проблем. А расскажи подробнее о технологии изготовления этой посуды. Технологии изготовления на самом деле проще объяснить на примере тростника, из которого мы изготавливаем посуду. Для начала тростник необходимо собрать, затем отделить метелки от самого стебля, измельчить эти метелки, промыть их и проваривать в кастрюле с водой на низком огне. Затем нужно добавить щелочь для того, чтобы отделились волокна растения от самих метелок. После этого сваренное сырье будет похоже по консистенции на мочало, и нам необходимо его измельчить, отбивать можно при помощи деревянного молоточка или же в блендере. Причем часть волокон мы оставляем неизмельченной для того, чтобы наша посуда была более прочной. И добавляем крахмал, мел и оксигент в перекиси водорода. А твоя посуда разного цвета. Как удается этого достичь? На самом деле весь секрет в добавлении оксигента и перекиси водорода, то есть оттенок нашей посуды варьируется от белого до природного, уже в зависимости от того, какой пропорции добавлять красители. Скажи, а ты проверяла свою посуду на прочность? Да, посуда на прочность проверялась, и оказалось, что она обладает достаточно высокими эксплуатационными характеристиками, то есть она падает с высоты двух метров и при этом не деформируется. Это разогрев микроволновой печи, затем непосредственно хранение в морозильной камере, запекание в духовом шкафу. А чашки из тростника не размокают? Для того, чтобы удобно было употреблять жидкость, мы покрываем их желатин-глицериновой пленкой, но она может выдерживать температуры минусовые, также до 30 градусов, потому что если температура в чашке будет выше 30, то желатин начинает плавиться. Я думаю, что ты хочешь совершенствовать свой проект. Расскажи, какие задачи ты ставишь перед собой? На данный момент у нас в перспективах, скажем так, узнать, за сколько произойдет полный процесс разложения. И мы исследуем это на примере нашей чашки из луковой шелухи. На данный момент процесс еще длится. Но сразу же можно сказать, что наша посуда абсолютно биоразлагаемая, никаких токсичных веществ в окружающей среде не выделяется, и выделяться в принципе не может. Вот. Также мы хотим усовершенствовать нашу пленку, потому что все-таки 30 градусов – это не предел, и хотелось бы добавлять какие-то напитки уже более высокой температуры. А какой самый главный плюс твоей посуде? Я думаю, что их два – это, во-первых, вторичное производство и также безотходность, потому что все-таки это очень важно как для производителя и потребителя, так и для самоэкологии. А повторно использовать твою посуду не получится? Можно. Мы, например, разогревали в микроволновой печи нашу посуду вместе с едой несколько раз, причем посуда не деформировалась и оставалась достаточно приятной на ощупь. То есть при желании можно использовать несколько раз. Вика, мы знаем, что твоя рабочая лаборатория располагается в квартире, где ты живешь со своей семьей. Расскажи, как выглядит твое рабочее место? На самом деле все необходимые нам, скажем так, приспособления и оборудование находятся на кухне. И это просто очень большое количество тазов и различных контейнеров, кастрюль, в которых все это хранится. Ну и также непосредственно пакеты с самим тростником, рогозом или же луковой шелухой. Вот, это как-то так. А родители не против нахождения всего вот этого в квартире? Нет, потому что все-таки вопрос достаточно глобальный, это экология. И мы считаем, что в дальнейшем проект поможет как-то улучшить экологический вопрос. В общем, родители с пониманием. Да. Вика, мы знаем, что сейчас ты готовишься к выступлению на масштабной конференции. Расскажи, что это будет за мероприятие и какова твоя роль? Мероприятие TEDx достаточно важный этап в моей жизни, скажем так. И, по сути, это платформа, которая помогает молодым людям приносить свои идеи и как-то, возможно, влиять в лучшем случае на культуру и, например, как в моем случае, на экологию страны. Вика, помимо этой исследовательской работы, я знаю, что ты ввела какие-то еще исследования. Расскажи о них поподробнее. Я в прошлом участвовала в достаточно занимательных проектах по физике. Вот, это исследовательские работы по оптической иллюзии. Также участвовала в техноинтеллекте и в турнире юных физиков. Также я участвовала в олимпиаде по астрономии. Все-таки эти исследовательские работы и проекты очень помогают как-то по-новому посмотреть на жизнь, познакомиться с новыми людьми и узнать, в принципе, очень много нового для себя. А танцы, фотографии, английские – это тоже входит в круг твоих интересов? Да, я начала заниматься танцами с шести лет, и на данный момент я уже имею среднее хореографическое образование. Фотографии – это больше мое хобби, которое, в принципе, помогает запечатлеть какие-то яркие моменты моей жизни. Ну, английский непосредственно связан с моей мечтой – посетить Америку. Я пошла на профиль по английскому изучению, занимаюсь им достаточно углубленно. То есть для меня это не просто как какое-то такое маломальское занятие, это как, может, даже не знаю, состояние души, что ли. Просто любишь то, что ты делаешь. Почему именно Америку хочешь посетить? Ну, я даже не знаю. Просто очень большое количество стран на самом деле есть, правда. Но когда задумываешься об Америке, ну, просто становится как-то тепло, потому что все-таки настолько другой менталитет у людей, и то, что иногда происходит в этой стране, оно действительно захватывает, а какие люди там живут. В общем, по твоим разговорам мы поняли, что лишней нагрузки ты точно не боишься. Расскажи, вот какой секрет, чтобы вот все успевать? Ну, я считаю, что, во-первых, нужно иметь очень большое желание, чтобы все-таки добиваться своих целей, а также любить то, что ты делаешь, потому что все мы знаем, что если человек действительно выбирает работу, которая ему нравится и которую он любит, то он не проработает ни одного дня. А ты уже выбрала себе специальность на будущее? Да, сейчас я в будущем очень хотела бы работать управляющей, так как мне нравится контролировать процессы какие-либо и все-таки улучшать их прогрессивность, влиять на это так, чтобы непосредственно улучшать их. Вика, мы очень рады за тебя, за твои успехи, стремления и желание работать. Вот честно, всем бы такого рвения к своему любимому делу. Спасибо, что пришла, мы желаем тебе удачи и новых идей. Спасибо. Всего большого, пока. 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 Друзья, сегодня в очередном выпуске рубрики «История одной книги» речь пойдет о произведении Николая Гоголя «Мертвые души». Сам автор обозначил жанр произведения как поэму. Изначально планировался трехтомник. Первый том был издан в 1842 году. Практически готовый второй том был утерян, но несколько глав сохранились в черновике. Третий том не был начат. О нем остались только отдельные сведения. Интересный факт. «Мертвые души» Гоголь писал 17 лет из 23, которые посвятил литературе. Сотрудник отдела редкой книги Гомельской областной библиотеки «Кирилл Кисель» остановится на втором томе «Мертвых душ». Как всегда, у него есть интересные факты об истории написания произведения. В эфире рубрика «История одной книги». Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в Музее редкой книги. Сегодня мы поговорим про знаменитое произведение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Это произведение входит в обязательную школьную программу, и многие знакомы с его содержанием. Но не все знают, что первоначально писатель задумывал три тома прохождения Чичикова. Но, к сожалению, задумка автора не случилась. И вышел только один том этого произведения. Про судьбу второго тома наслышаны многие. Он был сожжен. Существует много разных теорий, почему так автор поступил. Для рассмотрения наиболее важны две. Первое. Он сжег специально, целенаправленно свою рукопись. Вторая же теория гласит, что, сжигая ненужные бумаги, он случайно сжег свою рукопись, над которой работал в данный момент. Действительно, рукопись была сожжена в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года в доме на Никитинском бульваре, незадолго до смерти писателя. И автор сделал это здравомысленно и целенаправленно. У этого события был свидетель, слуга Семен. Когда он видел, что Гоголь сжигает свои рукописи, он в ужасе спросил, что вы делаете. На что Николай Васильевич ответил, не твое дело. Когда он закончил с расправой, он горько вздохнул и заплакал. Почему Гоголь так поступил, сложный вопрос. На это могли подтолкнуть причины психологического, эстетического, творческого характера. Сейчас невозможно отделить одни от других. Это был не первый случай, когда автор сжигал свои рукописи. Еще в 1845 году он уже сжигал в трое томе своих мертвых душ. На это подтолкнули его душевные переживания. Но автор набрал духовные и физические силы и все-таки вернулся к работе над своим главным произведением. Но, к сожалению, оно не было закончено. Сил не хватило. Сюжет мертвых душ Гоголю подсказал Александр Сергеевич Пушкин. Будучи в ссылке в Молдавии, он наблюдал, как в городе Бендеры несколько лет не регистрировали смерти. Имена умерших крестьян присваивали себе беглые. Это и послужило основой для сюжета гоголевских мертвых душ. После кончины писателя разбором его бумаг занимался литературный критик Степан Шевырев. Он и обнаружил черновые варианты нескольких глав второго тома «Мертвых душ». Они и вошли в издание 1855 года под названием «Похождение Чичикова или Мертвых душ». Это издание было в двух томах. Второй том состоял из пяти глав. Четыре главы относились к начальным и были номерные. Пятая глава не имела номера и по сюжету, скорее всего, относилась к окончанию книги. И была написана, скорее всего, в 50-х годах, незадолго до сожжения рукописи. Сохранившиеся главы были черновым вариантом. Главные герои в них имели по ходу сюжета разные имена, фамилии. Кроме того, текст имел большое количество правок и черканий. Издание 1855 года из библиотеки «Прохождение Чичикова или Мертвые души» можно увидеть в музее редкой книги Гомельской областной универсальной библиотеки. Мы рады вас видеть у нас в музее. Карина, что ты можешь сказать о человеке, который произнес следующую фразу? «Рисовать – это потребность, которая идет изнутри, и ты вынужден подстраивать под нее свою жизнь». Я думаю, это человек, который готов подстраивать свою жизнь под любимое занятие и действительно занимается им с огромным удовольствием. И это здорово! Полностью с тобой согласен. А эта цитата принадлежит нашему следующему гостю. Он, кстати, художник. А еще замечательный учитель трудового обучения в средней школе номер 9 города Речицы. И отец двух талантливых сыновей. Знакомьтесь, у нас в гостях Вадим Стрельченя. Здравствуйте, Вадим Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем разговор о вас, как о художнике. Нам известно, что вы с самого детства не сомневались, что станете художником. И откуда была такая уверенность, и что этому способствовало? Я не знаю, что этому способствовало. У меня семья совершенно не художественная, не творческая. И откуда она взялась, я не могу сказать. Но я почему-то всегда знал, что я буду художником. Я себя причем представлял не медийным художником, очень известным, а просто художником. Мне почему-то хотелось рисовать и чем-то таким заниматься. Причем не обязательно рисовать, потому что художник – это широкое понятие. Художник может быть и интерьерами заниматься, и театром заниматься. То есть заниматься чем-то таким, именно творческим, я хотел. Расскажите, где вы получили свое художественное образование? Учился в Гомеле. Гомельское училище имени Глебова. Это были тогда конец 90-х, замечательное время. И мы были все молодые, и балбесы, и нам так нравилось учиться. И мы дружим до сих пор. Мы встречаемся, переписываемся. И это было одно из лучших времен моей жизни. А наверняка вы провели не одну персональную и совместную выставку. Да, раньше очень много выставлялся. Более того, я как бы не только выставлялся, я еще уже 10, даже больше, наверное, 10 лет организовываю сам выставки на базе Дома техники «Нефтяник» города Речицы. То есть постоянно я с кем-то переписываюсь, звоню, ищу. И мы открываем экспозиции каждый месяц буквально на площадке Дома техника города Речицы. Расскажите, в каком состоянии вы пишете свои работы? Вот вы видели по телевизору дедушку такого китайца, да? Китайца или корейца. Он сидит в позе лоса, себя медитирует. И потом он начинает какие-то движения совершать, потом эти каллиграфии заниматься. Вот, в принципе, что-то похожее я постоянно делаю, потому что нельзя, нельзя ни в коем случае писать работы вот в возбужденном состоянии, перевозбужденном состоянии или когда в угнетенном состоянии. Вот сейчас сложная ситуация, коронавирус там, кризис там, все это на слуху, все это вот будоражит. И я рисовал цветы, ну, весна цветы. И вот у меня какой-то пожар получается, и все. Вот я что ни делаю, я вроде смотрю и так, и так. Пожар какая-то вот, такая тревога, тревога, понимаете? Вот в каком-то состоянии, ты вот что ни делай, оно все равно изнутри тебя, из подсознания вот это вот вылазит на твою работу. И вот так вот оно получается. А человек купит ее потом, себе дома повесит в интерьере, ну, не зная, не чувствуя, допустим. И она будет у нее как-то. Я не беру на себя такой твист, только в хорошем состоянии. Расскажите о своей мастерской. Судя по фотографиям, это очень атмосферное место, полное самобытных деталей. Да, да, ну, как оно, как вам объяснить? Оно не специально становится таким местом, оно становится таким местом в процессе работы. Вот, ну, на самом деле у меня две мастерские. Одна мастерская у меня на базе школы, там, где мы с ребятами работаем, и вторая мастерская на базе дома техники, где я работаю художником-декоратором. Вот, и это разные мастерские. В одной мастерской мы с ребятами ее украшаем. Опять же, мы ее не специально украшаем, мы там живем, в этой мастерской. Мы там живем, творим, что-то делаем. И результат нашего труда, он на стенах, он на подоконниках, он на партах, он на столах, он как бы везде вот лежит, лежит, лежит. И люди, которые к нам приходят, заходят, вот, ну, все это могут смотреть, лисе зреть, и мы сами в этом живем, в этой обстановке, в этой атмосфере. И то же самое, как вот театральный художник, допустим. Там театральные вещи, какие-то элементы декораций, там, ну, то, что вот было в участке, то, что я делал для спектаклей, для каких-то оформлений вечерин, для корпоративных вечеров, там, ну, вот в таком ключе. И все это вот у меня в мастерской хранится. Вот, и создает обстановку, атмосферу. Я туда прихожу, я в этом живу, я в этом работаю. Мне это нравится. Очень круто. Расскажите, насколько функциональны предметы, которые находятся в мастерской? В основном все предметы функциональны. Функциональны по одной простой причине. Раньше я делал очень много нефункциональных вещей, чисто, как бы, так, творчество, чисто арт-объекты. Потом вижу, что эти вещи, они, как бы, захламляют помещение. Они захламляют, они постепенно, они тебе не нужны, как бы, вот, в интерьере. Ты на них не сидишь, ты на них не, это самое, не включаешь их как-то, они тебе не светят. В общем, ты ими не пользуешься, и они потихоньку-потихоньку превращаются в мусор. То есть, а когда эта вещь функциональна, ты пришел к креслу, ты сел, это твое рабочее кресло. Тебе нужен дополнительный свет, ты включил свою творческую лампу, там, какую-то интересную, да? Тебе там нужно что-то там такое, вот, инструмент какой-то, ты взял этот инструмент, и он тоже время арт-объект, понимаете? И тогда это вот как-то оно гармонично в твоей жизни, все это, оно тебе не мешает. Мне это нравится, вот, когда оно вот так. Мы видели на фотографии ваше необычное рабочее место с кнопками, рычажками. Да. Как пришла идея его создания? Вообще, просто сначала нашлась станина от швейной машинки, и опять же с ребятами, с учениками мы хотели сделать, ну, просто утилитарную такую скамью. А потом потихоньку-потихоньку оно пошло, 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 и давайте это, давайте это, давайте то. И нашлись инструменты, нашлись материалы, все какие-то там рычажки-переключатели, все загорелось, включилось. И это кресло, арт-объект, я уже его экспонировал на двух или трех выставках, я на нем как бы сижу, работаю, там, это такое рабочее место. Рон такой. Я на нем делаю эскизы, я на нем делаю какие-то записи, там, что-то еще, там. Сундуки там, которые я делаю, они не просто так сундуки стоят, я в них храню, там, документацию, там, я в них храню, там, или еще, там, инструменты какие-то храню. Ну, может быть, кому-то понравится, я, там, может, купить для интерьера, там, вот, придет человек, скажет, вот, хочу себе такой вот на дачу, ну, пожалуйста, или там в дом, ну, хочешь, пожалуйста. И много покупателей? Нет, покупателей немного, но они есть, как бы, периодически. Как бы, с этого жить нельзя. Вот, люди, которые думают, что художник, он живет своего, со своего, как бы, художества, со своего ремесла, они ошибаются, это единицы. Таких людей очень мало. Чаще всего нужно получать какую-то смежную профессию. Вот, допустим, учитель, или художник-декоратор, там, или тот же, вот, кузнец, там, или, ну, что-то такое, понимаете, что-то смежное, то, чем ты бы еще мог заниматься. То, чтобы не, ну, не слишком далеко от тебя, ну, и не слишком близко. То, что вас требует. А вот расскажите, для своих работ вы как-то специально ищите детали? Или это само собой как-то получается? Ну, чаще, само собой, бывает специально по-разному. Очень по-разному. А чего зависит? Всего индивидуально. Зависит, вот, бывает, был у меня, ребята, есть такие ребята, называется «Дай дорогу», они из Бреста. Опять же, мы по интернету с ними списались. Вот, и они говорят, сделай нам такие музыкальные инструменты, там, с переключателями, с вести, такие, в духе, вот, стимпанк. Вот, ретро-футуризм, ну, что-нибудь такое. И я специально облазил, там, вот, всех, там, радиолюбителей, кто, там, когда-то чем-то занимался, какие-то лампочки, переключатели, ческишка, кабинеты физики старые, там, по школам, то есть, ребята, дети мне что-то носили, какие-то знакомые мне что-то передавали, там, через знакомых. И я, наверное, вот, очень долго, такой долгий, интересный процесс был, я увлекся им, и, в конце концов, все нормально. Получилось. Шлемы такие им делал. Интересно. Вадим Алексеевич, вы еще и педагог. Расскажите о вашей работе в школе, как давно вы преподаете, и чему учите? Я преподаю уже 20, наверное, с чем-то лет, 22, там, я боюсь ошибиться, ну, где-то так, примерно. То есть, практически всю свою сознательную рабочую жизнь, я, как вот, закончил, я и преподаю. Вот. И чему я учу? А учу я тому, чего умею сам. Понимаете? Ну, я вот, мастер, допустим, я руками умею работать, я головой умею работать. Вот этому я учу. Я считаю, что мужчина, любой мужчина, пускай он даже не художник, он должен что-то уметь делать. Вот. Может быть, там, лампочки, краны, розетки, все что угодно. А те, кто же, это, вот, современные такие мужчины, которые живут вот в квартирах, там, а те, которые живут на земле, те, которые живут вот в частные дома, за городом, они вообще все должны знать, все уметь. Они должны быть мега-специалистами вот в любой области, там, заборы, животные, сад, огород, все что угодно, они на всем должны разглядывать. А расскажите несколько слов о своей работе в роли художника-декоратора. В роли художника-декоратора мне очень нравится работать. Мне особенно нравится работать, когда, знаете, есть, как по-долго-русски называется, аппантанные люди, когда люди горят в своей работе. Я, когда начинал работать, меня так немножко отдернули и сказали, что, подожди, подожди, театр, это не один человек, это когда работает коллектив. Вот, потому что я, как бы, так, энергии много, хочется себя показать, брал на себя. Вот. А театр, это коллектив, и когда хороший, интересный коллектив, когда все горят, вот тогда у всех глаза горят, у всех там где, и все это, вот тогда хочется работать, да, это интересно работать. А для каких театральных постановок вы делали декорации? В Перосмане, это про грузинского художника, и Скориал, про, ну, в таком готическом стиле, про мою маму, и про меня, замечательный спектакль, мне очень понравился, я там всплакнул даже местами, вот, потому что темы такие душесчипательные это там развиваются, ну, и много-много еще, я так вот сейчас экспромтом не вспомню, но ребята работают, у нас есть замечательная студия в Речице Иллюзион, вот, она полупрофессиональная, вот, но тем не менее, это там, люди, которые там работают, они горят своей работой, они любят, ну, то, что они делают, и мне с ними приятно и легко работать. Мы знаем, что вы делаете декорации еще и для музыкальных клипов, это правда? Группа у нас в Речице есть, Эвтаназия, она одна из старейших групп считается, и вот они меня пригласили для оформления клипов в стиле, там, дизельпанк, стимпанк на белорусском языке, вот, и я им делал декорации, там, оформлял машины, там, участвовала, и у нас есть такой клуб Скиф, называется. Мы слышали. Вот, и вот, там, и со Скифа ребята участвовали, и ребята, которые, вот, толкинисты, которые занимаются этими реставрацией, оружие-то историческое, латы, доспехи, оттуда там ребята участвовали, там, собралась такая очень интересная команда, и с ними было классно работать. Вы слушаете аудиокниги. Какие слушаете, и почему предпочитаете именно такой способ? Ну, ну, потому что, аудиокниги, ну, потому что сидеть и читать, вот, просто сесть секундочку, смотришь, и читать, это роскошь, это для меня. Вот, я постоянно, как бы, нахожусь в процессе какой-то деятельности, и это удобно. Да, и опять же, это настраивает на работу, допустим, да, ты пришел, ты, там, вот, в суете, в какой-то, вот, в беготне, в проблемах, ты включаешь аудиокнигу, и ты потихоньку настраиваешься, переключаешься, и ты уже можешь спокойно заниматься своим делом, да, вот, все хорошо. Какие вам больше всего нравятся слушать? Я не знаю, я не буду выделять никакие книги, особенные какие-то книги, то есть, книг сейчас много, мы живем в таком мире, в облаке, считайте, мы живем информационном, да, и вот, мы можем найти себе все, что угодно, по своему, как бы, внутреннему ощущению. Хотите фэнтези, пожалуйста, фэнтези, хотите историческое, пожалуйста, можем что-то сейчас историческое там найти, да. А расскажите о ваших сыновьях, наверняка они тоже очень талантливые. Ну, я не знаю, насколько они на самом деле талантливые, жизнь покажет, но для меня сейчас самое важное, это чтобы они, во-первых, были здоровы, во-вторых, чтобы они были воспитаны, вот, потому что ум и талант, это врожденное, это то, что дал Бог, понимаете, то есть, а воспитание, это то, что закладывают родители, и в первом, как бы, и очень важно, здесь роли именно пример, потому что то, что ты говоришь, там, говоришь, там, сын, не кури никогда, да, и, так не делай, ну, он же все равно будет делать то, что ты делаешь, поэтому, пример, вот, а так парни молодцы, мне не нравится, все, мы с ними работаем, я стараюсь проводить с ними как можно больше времени, вот. Они помогают вам, хартины? помогают, помогают. Им нравится. да, я старшего сына краской намазывал, отпечатал, вот, намазывал краской, отпечатал, и там, причем, так интересно получилось лицо, как бы, там, рот, нос, там, глаза, все, ну, и вот, допустим, когда-нибудь он вырастет, там, да, допустим, у него будет своя семья, и он в квартире вся повесит, и будет, это мой отец меня, там, когда-то, там, то есть, это картина, не просто картина, картина с историей, да, он меня отпечатал, вот, как это все будет там происходить, не то, что он мне там подарил, ну, хотя и это тоже неплохо, а вот, это там, что-то происходило. А расскажите поподробнее о достижениях своего старшего и младшего сына. Ну, старший у меня умный парень, хорошо учится, он ездил недавно на передачу, которая называется, я знаю, вот, и он вышел в финал, и потом дошел до четвертого тура, то есть, он там, такие были очень достойные у него соперники, он практически вот с последнего тура, он срезался, и я, как бы, горд, и он молодец, хорошо держался, вот, а младший, младший у меня такой рукастый парень, вот, он в меня больше пошел, и мы с ним работаем, он постоянно просится ко мне на работу, я к папе, я к папе, там, у меня много инструментов, всего там, прочее, прочее, и вот он делает что-нибудь, говорит, папа, я буду делать укулеле, я говорю, ну, на здоровье делай, я, честно говоря, не верил, ему еще 10 лет, вот, и возрастные особенности, вот, ребята, дети в этом возрасте, они долго не могут удерживать свое внимание, то есть, он начал что-то делать, кажется, вот туда-сюда, и уже потом ему неинтересно, а потом, я не верил, что он ее сделает, ну, хочешь, ну, что мне, пожалуйста, начинай, я помогу, подскажу, и вот он начал, начал, и вот он ее делает, делает, я за ним наблюдаю, помогаю, помогаю, и потом раз, все, готовая вещь, и мы сейчас на ней играем дома, там, 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 лежит, все классно, превзошел ожидания, да, ну, мне приятно, да, мне приятно, что он не бросил, да, что-то самое важное, что он как бы так, не раз, и, Вадим Алексеевич, вы как отец, педагог, как считаете, на что мы, дети и подростки, можем тратить свое время, чтобы было как можно больше пользы для нас самих, и для окружающих? Ну, это сложный вопрос, сложный и одновременно простой, дети должны учиться, то есть, дети должны учиться, заниматься спортом, творить, то есть, и быть чем-то влющеной, понимаете, потому что, знаете, как человек, вот, если вот есть в земле какое-то вот углубление, да, вот, какая-то вот, ну, ямка там, я не знаю, как это назвать, да, вот, то в эту ямку обязательно нанесет какого-нибудь мусора, то есть, со временем в эту мусор, если есть в человеке пустота, то эта пустота будет заполнена обязательно каким-то мусором, правильно? Поэтому подростки, то есть, должны постоянно быть чем-то заняты, то есть, танцевать, плясать, петь, там, творить, там, мастерить, учиться, спортом заниматься, всем чем угодно, только вот не должно быть вот этой вот пустоты, вот, чтобы в эту вот, в полость, в это вот пустое место не попало, какая-нибудь зараза, там, дрянь, там, наркотики, алкоголь, не дай бог, там, сигареты и все, что будет. Если не секрет, поделитесь своими планами на будущее. Ну, таких конкретных планов нет, у меня, в принципе, все устраивает, меня устраивает моя жизнь, то, как я живу, и то, как я себя чувствую, и то, как все происходит, но, если, если попадутся люди, там, интересные люди, с горящими глазами, которые будут, там, что-то хотеть, интересное сделать, то я с удовольствием к ним присоединюсь, и с удовольствием сделаю для них все, что смогу. Всю передачу мы смотрим на эту картину, и как-то вот, все не перешли к ней, да, все к ней не перешли. Расскажите, что это за картина, и почему вы именно с ней пришли сегодня к нам? Я, прежде чем ехать к вам на передачу, подготовился, я посмотрел выпуски, мне очень понравилось, как бы я оценил интерьер студии, и решил сделать для вас подарок, для вашей студии. Это интерьерная живопись в стиле модерн, что с французского языка переводится как новый. Вадим Алексеевич, спасибо, что приехали к нам, нам было очень интересно с вами пообщаться. Да, спасибо, что нашли время, удачи в вашей творческой жизни. Спасибо, ребята, мне тоже было с вами хорошо. До свидания. До свидания. А сейчас наверняка будет самая интересная тема для всех подростков. Это какая же? Знакомство подростков, узнавание друг друга, правильное общение. Думаю, нам всем не помешает немного информации на этот счет. А может, кого-то потолкнуть на первые шаги. Да, кажется, я начинаю понимать, о чем ты говоришь. Да, как ты понял, речь пойдет о взаимоотношениях между мальчиками и девочками, как же научиться интересно общаться и не бояться знакомиться. Отлично. Честно, я как раз задавался некоторыми вопросами и думаю, сейчас я найду на них ответ. Итак, наш корреспондент отправился на встречу с психологом Ириной Рудковскене и все выяснил. В эфире рубрика «Разговор с психологом». Всем привет! Я Ира Рудая. И сегодня мы находимся в гостях у психолога Ирины Рудковскене. Наш разговор мы начнем с ответа на вопрос «Что такое любовь?» Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ответьте на вопрос, пожалуйста, «Что же такое любовь?» Ирочка, сегодня мы с тобой будем не просто беседовать, а будем играть с психологическими ассоциативными картами. Это такие специальные карты с картинками, которые я подготовила для нашей темы. И на твой вопрос, что такое любовь, мне хотелось бы показать вот эту карту. Видишь, здесь девушка представлена в виде льда, а парень представлен в виде огня. Действительно, любовь – это притяжение двух противоположностей. Есть такой известный афоризм о том, что влечение тела порождает страсть, влечение разума порождает уважение, влечение души порождает духовную близость, соединение трех влечений порождает настоящую любовь. А чем же отличается психология парней и девушек? У известного психолога Карла Густава Юнга было учение об архетипах. Мы снова к ним возвращаемся. И архетипы, которые переживают девушка и парень в подростковом возрасте, и длится он аж до 21 года, это архетип принцессы и принца. Посмотри, вот здесь у нас такая летящая воздушная девочка-принцесса. И такой вот принц-победитель, борец, который куда-то мчится и к чему-то стремится. И в действительности психология парней и девушек отличается на этом этапе тем, что парень больше нацелен на какие-то победы, на соревнования, на достижения, на успех. А психология девушек в этом возрасте направлена скорее на творчество, на радость, на эмоции, на любовь к близким, на помощь своим родителям, братьям, сестрам, подругам. И что хотелось бы сказать, что этот возраст, принца и принцессы, такое самое прекрасное время, там, где мы послушные дочери, послушные сыновья. Девочки верят в прекрасное, в любовь, занимаются танцами, занимаются музыкой. Мальчики нацелены на учебу, на то, чтобы быть первыми, вот эти соревнования за оценки. То есть послушная дочь и послушный сын. Но мы знаем, да, что мир, он не всегда розовый, не всегда правильный, и в жизни случаются и ошибки, и иногда мы сталкиваемся с тем, что и родители бывают несправедливы, и оценки в школе бывают тоже не всегда честными. Ну, так, Ирочка, да? Да. Вот. А еще случается, что первая любовь, опять же, наталкивается на какие-то препятствия, нам не отвечают взаимностью. Мы мечтаем о романтических каких-то отношениях, то есть девочка видит себя такой прекрасной невестой, а мальчик видит себя тоже принцем, которому будут все служить, включая девочек. Но когда мы сталкиваемся с первыми проблемами, с первым каким-то протестом и с несправедливостью, выходят на свет теневые аспекты. Это дрянная девчонка, вот здесь видишь, такая девочка со змеей в клетке, и парень-бродяга, который разочарован в каких-то правильных рамках, разочарован в справедливости, ну, и он видит, что существует не только все в розовом цвете, а еще есть реальность, в которой оценки бывают ниже, чем он этого заслужил, например, что не всегда он будет получать первые места в каких-то спортивных соревнованиях, и девочка не всегда будет отвечать взаимностью, скажем так. И очень важно до 21 года как раз-таки прожить вот этого самого бродягу и дрянную девчонку, потому что в теневых ресурсах очень много силы, и в первую очередь это такая возможность уметь говорить «нет» к каким-то вещам, с которыми мы не согласны. Поэтому начинается подростковый кризис, когда мы начинаем спорить с родителями, дерзить учителям, отстаивать свою позицию. Девочка, скажем так, начинает ярко одеваться. То есть это идет некий такой протест и борьба за свою индивидуальность. Что вы делаете? Вы красите волосы в розовый цвет, в зеленый цвет, в синий цвет, одеваете какую-то яркую одежду. В Инстаграме выставляете свои какие-то видео, в которых вы тоже бунтуете и протестуете против того, что должно быть, и то, от чего вас ожидают родители и учителя, скажем так. У мальчиков бывает в бродяге прокрастинация, когда мы ничего не хотим делать. Хочется просто лежать на диване, не хочется делать уроки, хочется просто отдохнуть, залипнуть в гаджет и просто оставьте меня в покое, выйдите за дверь. И здесь я хочу просто восстановить свои силы. И надо понимать родителям в том числе, что нужно прожить и бродягу, и древнюю девчонку для того, чтобы научиться выстраивать свои границы, научиться говорить «нет», научиться защищать свою индивидуальность, научиться даже критическому мышлению и спорить со взрослыми людьми и со своими сверстниками. Как же объяснить с психологической точки зрения, почему мы влюбляемся и к кому нас тянет? Есть несколько взглядов и теорий даже с точки зрения психологии на такой феномен, как влюбленность. Что-то мы берем из семьи. Но есть такая версия, что девочка ищет в противоположном поле своего отца, а мальчик, соответственно, ищет в противоположном поле представителя, который похож на ее маму. То есть порождается влечение именно из семьи. Есть также версия, вот мне она очень откликается, о том, что существуют такие эмоциональные петли, то есть отзеркаливание. Когда, например, мы приходим в незнакомую компанию, то в этой компании нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Причем вот это впечатление, оно, как правило, складывается с первого взгляда. И ученые установили, что нравится нам тот человек, который зеркалит наше внутреннее состояние. То есть если ты пришла в компанию в веселом и радостном настроении, обязательно отозвется в этой компании мальчик, у которого точно такое же выражение лица, как у тебя. И примерно то же самое состояние где-то там внутри. Ну и есть такая третья теория, это уже из области, наверное, нейробиологии, химии, о том, что мы притягиваем друг друга по запаху. И вот достаточно одного вдоха, чтобы понять, твой человек рядом или не твой. Ирина, спасибо за интересный познавательный разговор. Пожалуйста, приходите еще и обращайтесь еще с вами, тоже очень интересно общаться. До свидания, Ирина. До свидания. В Великой Победе посвящается В Реческом центре творчества детей и молодежи открыта выставка Постскриптум восточной рабочей в Третьем Рейхе. Она поражает, шокирует и оставляет в душе неизгладимый след. Постскриптум – это взгляд молодого поколения на историю астарбайтеров. Кто же такие астарбайтеры и в чем особенность этой выставки? Наша съемочная бригада отправилась к одному из ее организаторов, чтобы узнать поподробнее об особенностях необычной экспозиции. Эта выставка стала возможна благодаря такому волонтерскому труду российских школьников, волонтеров, которые работали при международной организации «Международный мемориал». Это московская организация по оцифровке, обработке вот этих драгоценнейших и уникальных исторических материалов о труде выходцев из Советского Союза, которые были вынуждены принудительно поехать в Германию для того, чтобы работать на заводах, на крестьянских хозяйствах. Эта выставка стала возможна благодаря тому, что в начале 90-х годов появилось такое лжеобъявление о том, что мемориал будет выплачивать компенсации всем бывшим принудительным рабочим. И в мемориал начало поступать очень много документов, воспоминаний, фотографий, материалов о том, как мы находились, как мы попали. И вот долгое время эти материалы лежали. И только в 2017 году, благодаря поддержке финансовой Федерального фонда памяти ответственности «Будущее Германия» и премии «Просветитель» «Международный мемориал» начало цифровку и обработку этих фотографий. Контур человека, безликий, в котором представлены эти материалы, рассказывает о том, что на самом деле таких историй миллионы. И по некоторым оценкам принудительных рабочих было от 3,2 миллионов до 5, по разным оценкам. И, конечно же, это были, прежде всего, это было молодежь, молодые люди, которые не были призваны в армию и попадали под этот принудительный вывоз на принудительные работы в Германию. Но и вообще не только в Германию, а там, где был установлен оккупационный режим нацистской Германии. В Беларуси эта выставка стала возможным благодаря вот такому тоже тесному сотрудничеству многих организаций. Это и Международное общественное объединение взаимопонимания, и историческая мастерская имени Левина в городе Минска. И вот в Беларуси впервые это вот была демонстрация этой выставки в Минске. Ну и следующий пункт это Гомельская область. Больше она нигде не экспонировалась. Это уникальное, инновационное такое явление в культурной, в образовательной и в исторической сфере. Потому что, первое, мы имеем дело с никогда не публиковавшимися материалами. Это материалы из воспоминаний, устных историй. Ну и второе, то, что как форма работы она нигде не проводилась. В Гомельской области организаторы этой выставки это Международное общественное объединение взаимопонимания и Мастерская инновационных технологий, некоммерческое учреждение. Ну и, конечно же, здесь наши партнеры, за что им огромная благодарность. Это учреждение образования, прежде всего дополнительного, и учреждение культуры, музеи. И вот у нас уже составлен маршрут. То есть у нас это не просто будет стационарная выставка, которая вот будет находиться в одном городе, в одном помещении. А мы по согласованию с организаторами решили устроить такой вот маршрут этой выставки для того, чтобы как можно больше людей узнали об этой теме. Тема достаточно сложная и мало раскрытая, мало изученная. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей, жителей Гомельщины, узнали об этой теме, потому что и выходцы из Гомельщины тоже были на принудительных работах. Ну и, конечно же, вот этот такой момент, это то, что сегодня достаточно такая непростая эпидемиологическая ситуация, и мы уже вот в оперативном режиме придумываем форматы, чтобы это было онлайн, оцифрованная видеоэкскурсия по выставке для того, чтобы помимо того, чтобы дать знания, еще и сохранить здоровье наших жителей. Выставка на самом деле инновационна не только тем, что она нова с точки зрения материалов, но еще и в такой своей тематической подаче. Дело в том, что выставка предусматривает путешествие, поход вот по разделам и для того, чтобы посетитель смог для себя не только от имени и от экскурсовода узнать какие-то сведения, но и сам походить, путешествовать по этой выставке. У нее несколько таких тематических разделов. Это первая агитация. На самом деле, во время оккупации в первые годы нацистская Германия надеялась на то, что все жители оккупированных территорий ринутся на добровольную работу в Германию, однако этого не вышло, и уже с 1942 года начинается такое явление, как принудительная рабочая. Так вот, первый раздел – это агитация, потом вывоз и транспортировка. Много воспоминаний о том, что этих жителей, этих людей везли как скот в Германию. Ну а потом начиналось самое, в кавычках, интересное – это торговля. Выбирали этих людей покрепче, по физической силе. За пять марок, там разные цены, тоже вот эта выставка показывает. И потом уже направлялись. Изнурительный труд, различные недостаточно благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Но и на фоне всего этого восточные рабочие, а их в Германии называли остарбайтеры, остовцы, остовки, вот, они находили время для того, чтобы дружить, чтобы переписываться, для того, чтобы даже любить, потому что вот на выставке есть и свидетельство того, что вот, ну, были такие романтические связи. Вот одно из таких достаточно трогательных воспоминаний о том, что вот письмо в Париж своему мужу, семья должна была воссоединиться, но после уже освобождения этих остарбайтеров семья так и не восстановилась. И в итоге вот в белорусской деревне жила женщина с отчеством Франсуановна. Достаточно такие явления редкие. Так вот, дружили, переписывались. Нельзя сказать, что это было прям, ну, вот все, они сидели в бараках, находили разные ухищрения и многое воспоминание о том, что и на самом деле были примеры такого хорошего отношения, да, там вот есть случай о том, что девушка одна пишет и говорит, я вот, ну, настолько там много работала, что уснула прямо вот за работой. И хозяин, немец, увидев это, отругал свою жену за то, что вот она так плохо относится и измиряет вот этих работников, работниц, и в итоге, ну, вот они плохо, они потом уже не имеют возможности работать физически. Ну, и ряд других, хотя были случаи достаточно такие проблемные. Люди убегали от своих рабочих. Ну, и, конечно же, вот разные темы, такие, как, например, бомбежки. Во время бомбежек эти астербайтеры никому не нужны были. Они спасались как могли. Их никто там не брал в бомбоубежище и тому подобное. И тоже были случаи жертв. Ну, и потом уже тема освобождения. С одной стороны, это советские войска освобождали восточных рабочих, со второй стороны союзники и разные отношения. И вот это разные отношения. Астербайтеры должны были пройти систему фильтрационных лагерей, доказать, что они туда попали не по своему желанию, не добровольно, а принудительно. И те, кто вот это доказывал, они возвращались на родину, а те, кому не удавалось доказать, что они туда попали не по своей воле, ждала Сибирь. Выставка в Гомельской области продлится до июля по разным городам. И, конечно же, уже в зависимости от ситуации мы будем рассматривать возможность проведения каких-то видеолекций, видеоуроков в конкретно взятом городе. На нашей мини-концертной площадке находится Роман Ситьков. Рома занимается вокалом в вокальной студии Music Kids Центра творчества детей и молодежи советского района города Гомеля. Привет, Рома. Привет. Я смотрю, у тебя новая форма, очень красивая. Спасибо. Скажи, что для тебя праздник 9 мая? С историей праздником 9 мая меня познакомили мои родители. Также в школе на уроках «Человек и мир» мы проходили тему «Великая Отечественная война». Каждый год мы участвуем в параде и в акции «Беларусь помнит», где мы несем портреты с моими прадедушками, дедушками моей мамы и моего папы, которые участвовали в «Великой Отечественной войне». Рома у нас в студии не впервые. Сегодня, как и в прошлый раз, он исполнит песню, посвященную «Великой Победе». Рома, расскажи, какую именно песню ты сегодня споешь. Моя песня так и называется «Победа». Всех поздравляю с праздником. Память снова шагает по годам прожитым, юность фронтовую, помню и горжусь. И горит на сердце пламенем открытым, как сражались вместе мы за Беларусь. Рано повзрослело молодо в шинелях, пусть до Сен-Берлина был для нас не прост. Мы четыре года ползали в траншеях, чтобы день победы встретить в Беларусь. Победа! Победа! На пути войны позабыть не дано. Победа! Победа! Я не как смельная вида. Победа! Победа! Земля распитает и песни звенят. Победа! Победа! Салюты времен! Разве позабудешь жаркие объятья? Радостных гаванья, слезы страшны. Были мы едины, как родные братья. Дружбой скреплены мы, пламенем войны. Братья-ветераны, прочь войны печали. Петя чисто помнит ваших именах. Пусть меня победна песнями медалей. И сияют славой гордой ордена. Победа! Победа! На пути войны позабыть не дано. Победа! Победа! Я не как смельная вида. Победа! Победа! Земля распитает и песни звенят. Победа! Победа! Салюты времен! Круто! Ты большой молодец! Спасибо. Спасибо, Рома. Поздравляем всех с Днем Победы! Друзья, на этом наша программа подошла к концу. С вами были мы, Андрей Гришков и Карина Дубовец. Смотрите классный час по воскресеньям и понедельникам на телеканале Беларусь 4 Гомель. До новых встреч в эфире. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова